МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова фейк на просторах интернета. Нижегородцы обвиняют в хищении гуманитарной помощи для украинцев. Деревня станет городом будущего. Проект застройки Кузнечехи одобрили на градостроительном совете. Вот и лето пришло. Чего ждать в эти три месяца от погоды? Синоптики дали свои прогнозы. В первый день лета сразу два новоселья. В зоопарке Лимпопо открылись новые вольеры. А также белый верх, розовый низ. Блондинки отметили свой праздник торжественным парадом по центру города. Об этих и других событиях понедельника и минувших выходных расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите служба новостей город. Меня зовут Дмитрий Сорогин. Здравствуйте. Итак, в понедельник в интернете появилось видео, где нижегородца обвиняют в хищении. Он якобы украл денежную помощь для раненых бойцов Новороссии. Ролик сразу же набрал огромное количество просмотров и комментариев. Но вот когда его посмотрели мы в редакции Первого городского телеканала, у нас сложилось впечатление, что видео сфабриковано. Мы показали запись официальному представителю ДНР в столице Приволжья, и наши подозрения подтвердились. Павел Буянов рассказывает. Эта запись появилась на крупнейшем видеосайте Ютуб 31 мая. Она длится 30 секунд и касается Нижнего Новгорода. Прежде чем разобраться, посмотрите его от начала до конца. Уважаемые новгородцы, огромное спасибо вам за неценимую помощь, оказанную бойцам Новороссии. Также огромное спасибо вам за ваших сынов, которые воюют там, в больных рядах. Но, к сожалению, среди вас в Новгороде живут такие люди, как Иван Спицын, украшавши большую сумму денег, предназначен для раненых поездов Новороссии. Надеюсь, граждане Нижнего Новгорода с подниманием относуются к поступку Ивана Спицына. Герой этого ролика обвиняет нижегородцев в краже денег у раненых бойцов Донбасса. Обвинение более чем серьезное. При этом сразу же режет слух чистая ошибка людей далеких от Нижегородской области. Нас постоянно путают с новгородцами, то есть жителями Великого Новгорода. Уважаемые новгородцы, усилий вас в Новгороде. Разобраться в правдивости этого видео нам помог официальный представитель правления ДНР в Нижегородской области Алексей Герасин. Он уже год занимается поставками гуманитарных грузов от нижегородцев, жителям Донбасса и Луганска. У него есть нужные связи и на самый первый вопрос, знает ли он или его коллеги, человека в форме из этого видео, ответ поступил однозначный. Я человека, честно говоря, не знаю ни на видео, ни фотографии, которые он здесь предоставляет в качестве, собственно, этого некого Ивана, нашего нижегородца. Я могу так сказать, я знаю среди Нижнего Новгорода, среди ребят, которые занимаются гуманитарной помощью, либо добровольцы нашей нижегородцы, там более 200 с лишним человек. Лично с ними знаком, поддерживаю с ними связь. Ну, нет ни одного человека, собственно, похожего на эту фотографию. Не знают человека в форме ни в нижегородских правоохранительных структурах, ни в главке ДНР. И это крайне странно, учитывая огромное количество наград на его груди. Хотя, постойте, если присмотреться, то можно увидеть среди его наград медаль за борьбу с фашизмом. Эпохи, грубо говоря, они не соответствуют. Я на самом деле могу сейчас взять, у меня тоже дед воевал, прадед воевал. Я могу сейчас взять конфлированную форму, нацепить себе все его награды и выдать их за свои. Но это будет смех и только. Обвинение в воровстве серьезное, и этот факт заставляет присмотреться к этому видео еще внимательнее. На одном рукаве у мужчины в форме шеврона республиканской гвардии ДНР. На левой непонятный шеврон желто-блокитного цвета. И это при том, что, как таковых, ополченцев в Новороссии уже давно нет. На Донбассе это республиканская гвардия, в Луганске народная милиция. Это структуры, подчиняющиеся своему правительству. И никаких нашивок на форме этих структур быть не может. Не по уставу. Ну и, наконец, автомат. Это, скорее всего, современное оружие АК-105 с пламя-гасителем. Такое оружие бойцы Новороссии не используют. Крайне редко оно даже для российских военных. Скорее всего, видео предназначалось для жителей Новороссии. Или даже для тех, кто помогает. Как гуманитарно, так и финансово. Это, во-первых, нужно именно для внутренней дестабилизации. Потому что в этом случае люди начинают, собственно, выяснять, не доверять. Люди, которые приносят ту же самую гуманитарную помощь, помогают раненым бойцам в лечении, в их обеспечении. Или вообще, ну, любая хотя бы даже моральная помощь. То есть начинают уже сомневаться в том, что, а стоит ли этого делать, если это все украли. Бойцы Донбасса тоже посмотрели это видео. И ничего, кроме улыбки, оно не вызвало. Также, судя по всему, к таким интернет-вбросам стоит относиться и нам, нижегородцам. Ведь попытки втянуть регион в информационную войну уже были. В прошлом году архивную запись с митинга оппозиции по поводу выборов президента на площади Минина выдали за акцию против существующего режима и за поддержку новоявленной украинской власти. В том случае попытка также с треском провалилась. Скорее всего, аналогичные фейки, втягивающие город в информационную войну, еще будут появляться. Но нелепость, с которой подготавливают их те авторы, заставляет задуматься, кого они считают глупцами и не стоит ли таковыми считать их. Что касается последнего видео, то по своим каналам Алексей выяснил, что человек по имени Иван Спицын действительно существует в рядах российской армии. Он воевал на Кавказе и имел отношение к питерским подразделениям. И родился он в Великом Новгороде, а не в Нижнем. Павел Буянов, Максим Жалыбин, Служба новостей город. Теперь к другим темам. Последний день весны в Нижегородской области завершился сильной грозой. Ураган ломал деревья и рвал провода. А вот чего ждать от наступившего лета? Синоптики уже сделали прогнозы. В июне среднемесячная температура составит 17-19 градусов со знаком «плюс». Это на 1 градус выше многолетних значений. Осадков в первый месяц лета ожидается меньше нормы. Температура в июле и в августе по предварительным расчетам прогнозируется в пределах обычных средних значений. То есть в июле температура будет плюс 17-19 градусов, а в последний месяц лета – 15-17. Летние грозы будут сопровождаться ливнями, шквалистыми ветрами и градом. Нынешнее лето не будет исключением. Оно не будет холодным, оно будет нормальное наше русское лето. Если летом вы перемещаетесь по городу на велосипеде, будьте аккуратнее и обязательно посмотрите нашу рубрику «Место происшествия». В Сарове на одном из перекрестков автомобиль сбил велосипедиста. Момент наезда зафиксирован на камеру наружного наблюдения. На съемке видно, что к перекрестку приближается синий иномарка. По тротуару двигается велосипедист. Водитель иномарки совершает поворот. В этот момент велогонщик, не снижая скорости, мчится на проезжую часть. При такой беспечности даже тот факт, что дорогу он пересекал по пешеходной зебре, не спас любителя двухколесного транспорта. Остается неизвестным, какие травмы получил велосипедист в результате этого наезда. Также неизвестно, одного водителя или обоих участников ДТП признают виновными. В Нижегородской области на трассе сгорел автомобиль. Последствия пожара удалось запечатлеть на камеру регистратора одному из очевидцев. На съемке видно, что пожарные сделали все возможное, но машина полностью сгорела. Трасса на этом участке оказалась в дыму. Регулировать движение пришлось инспекторам ГИБДД. Остается надеяться, что в этом происшествии никто не пострадал. В Ленинском районе в огне оказались сараи. Блок хозяйственных построек загорелся на улице Усиевича. Справиться с возгоранием смогли пожарные. Специалисты МЧС не допустили распространение огня на жилые дома. По славам местных жителей, сараи в этих местах горят постоянно. Фестиваль воздушных змеев Open Sky прошел в Нижнем Новгороде. Он стал уже шестым. Набережная Федоровского была украшена всеми цветами радуги. А все потому, что в небе парили воздушные змеи разных размеров, форм и цветов. Почувствовать силу ветра и научиться летать на фестиваль пришли более 5000 нижегородцев. Среди них были и любители управлять воздушными змеями, и профессионалы. Всех их объединяла любовь к полетам. У многих укротителей ветра змеи были сделаны своими руками, и они ничуть не хуже магазинных. И легко составили им конкуренцию. Ну, знаете, были опасения, что, в общем-то, он может не полететь. Потому что, ну, он сам по себе, у нас он висит в детской комнате, как антураж. И, в общем, мы рады, что все-таки при хорошем ветре он замечательно летает. Мне кажется, здесь столько людей, которые вместе со всей семьей, с детьми радуются. Вообще здорово. Open Sky – это фестиваль для тех, кто влюблен в небо. И, наверное, это тот праздник, который будет в каждом из нас ребенка. И вот о чем пойдет речь далее в нашем выпуске. Деревня станет городом будущего. Проект застройки Кузнечехи одобрили на градостроительном совете. В первый день лета сразу два новоселья. В зоопарке Лимпопо открылись новые вольеры. А также белый верх, розовый низ. Блондинки отметили свой праздник торжественным парадом по центру города. Я напоминаю, вы смотрите первый городской телеканал в эфире службы новостей «Город». Кузнечиха будет расширяться и застраиваться. Подробности далее в рубрике «Короткой строкой». Родсовет Нижегородской области одобрил проект планировки неосвоенной территории за деревню Кузнечиха. Предполагается, что на этой территории построят жилой комплекс примерно для 50 тысяч человек. Прогулочные зоны, спортивные объекты и станцию метро. Руководитель компании, получивший госзаказ на ликвидацию опасной свалки «Черная дыра» в Держинске, осужден на три года за мошенничество. Предприниматель похитил 18 миллионов рублей, которые были выделены ему на устранение шлама накопителя. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев проверил завершение строительных работ в перинатальном центре в Держинске, а также посмотрел на работу нового здания поликлиники в Ладарске. Строительными работами он остался доволен. Мы сделали хороший ремонт, докупили некоторые оборудования дополнительные. И люди говорят о том, что здесь очень хорошие врачи и сегодня приятно здесь находиться. Популярная нижегородская группа «Ума Турман» застраховалась от несчастных случаев на 11 миллионов рублей. Каждую часть группы, а их в коллективе 11, в случае несчастного случая получат 1 миллион рублей. Страховка распространяется на бытовые травмы и другие случаи, произошедшие как на гастролях, так и вне работы. Страховое покрытие действует круглосуточно и по всему миру. В зоопарке Лимпопо в понедельник отмечали новоселье. Новые вольеры получили птицы марабу и дагестанские туры. Нижегородский зоопарк стал пятым по всей России, где приютили африканских гостей птиц марабу. Из-за их походки, черно-белого окраса и сложенных сзади крыльев, в народе пернатых прозвали адъютантами. Самец и самка пока изучают новое место, но зато с охотой принимают пищу в их рационе рыбы, мяса и субпродукты. В природе же они питаются мелкими грызунами и ящерицами. В этот же день дагестанские туры из маленького вольера переехали в новый, более просторный. Теперь горные козлы могут бегать по искусственной горной местности, а во время зноя спрятаться в тенистой скале. Все животные чувствуют себя отлично. В новом вольере они исследуют свое пространство, им очень нравится. Сегодня мы их даже угостили, их любимым лакостом. Так, например, турок мы кормили сочными кормами, овощами, фруктами. А африканские марабу, они у нас такие типичные палечки. Традиционный парад блондинок состоялся в выходные в Нижнем Новгороде. По Большой Покровской прошлись, по-другому и не назовешь, живые куклы Барби. Девушки не только окрасили улицу в белорозовые тона, но и попытались разрушить все мифы и стереотипы о них самих. Эльвира Юсипова попыталась приобщиться к светловолосой культуре. Вы думаете, почему я открываю шоколадку прямо в магазине? А я вам скажу. На упаковке ведь написано «открывать здесь». И это лишь один из примеров из множества анекдотов про блондинок. Сами светлые головы утверждают, что подобная история – это мифы, придуманные брюнетками. Вот они, наши красавицы! Встречайте их громкими-громкими аплодисментами! Как настроение? Отлично! В последнюю субботу весны центральная улица города просто пестрела розовыми платьями, стразами, шариками и белыми локонами. Большую Покровскую оккупировали белокурые девушки. Окружающие были в восторге от происходящего, особенно мужчины, ведь джентльмены предпочитают блондинок. Насколько я знаю, люди в интернете и в соцсетях тоже очень положительно писали об этом мероприятии, всем очень понравилось. А разве это может не понравиться? Когда столько красивых девушек в центре города! На протяжении всего праздничного шествия девушки не только поражали окружающих своей красотой и танцами, но также и удивляли своими познаниями, отвечая на вопросы ведущих. Пользуясь случаем, мы также решили задать девушкам несколько каверзных вопросов. Но из одной поинтересоваться, кто же все-таки придумывает все эти мифы о блондинках. Кто придумывает все мифы и стереотипы о блондинках? Не знаю, сами блондинки. Брюнетки, которые считают себя лучше, чем блондинки, на самом деле это не так. Я думаю, блондинка, потому что они на самом деле умные, смелые и все перед ними, все двери открываются. В древности самые мудрые люди, они как бы были седыми. И потом, когда рождалась светлая девушка, она считалась такой очень мудрой, сам хорошей. И мужчины к ней пытались набиться женихи. И когда они к ней приходили, блондинки отвергали их. И потом вот эти же парни, они начали называть то, что блондинки дуры. И вот оттуда пошло вот это. Хорошо, а как ты считаешь, что первый президент России? Борис Николай Чельцин. Президент? Не знаю. Может быть и знаю, но не помню. Как ты считаешь, каких камней в море не бывает? Сухих. Бриллиантов. Квадратных. С какой посуды нельзя поесть? Квадратных. Как же у нас здесь отзывается? Квадратные ягоды. И с плоской. И с ковшина. И с плоской. Арбуз это ягоды или фрукты? Ну. Блин, можно это вырезать? Я не хочу. На большинство наших вопросов девушки ответили все-таки правильно. И все мифы о том, что чем светлее волосы, тем ниже уровень IQ остаются просто мифами. Так что нужно просто радоваться тому, что белокурые красавицы делают наш мир ярче и светлее. И стоит помнить, что по прогнозам ученых, блондинок с каждым годом становится все меньше. Блондинки рулят! Ильвира Юсипова, Александр Батраков, Максим Жалыбин. Служба новостей и город. Ну и сейчас пришло время новостей интернета. Все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. Большой концерт «Баст» и в Нижнем Новгороде собрал многочисленных поклонников. Со сцены звучали всеми любимые хиты и песни из нового альбома. На улицах города заметили необычное творение человека из труб. Такая не совсем обычная скульптура собирает прохожих для новых фото. Нижегородские пранкеры в очередной раз шокировали горожан. На этот раз девочка Самара из старого хоррора в белом платье и с бледной кожей пугала жителей города в самых неожиданных местах. Чтобы хоть как-то пережить жару, нижегородцы находят разные способы освежиться и иногда не совсем обычные. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир. Но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну и далее наш традиционный опрос. Мы спросили нижегородцев, какие у них планы на лето. Ответы услышали разные, а за самые интересные вручили приз от наших друзей «Дельфинария» в Сурмасском парке. Непередвижной телефонарии в Сурмасском парке. Сделать ремонт в квартире. В армию пойти. Замечательный план, замечательное лето, замечательная погода. Будем работать, отдыхать и весело проводить время. Купаться, отдыхать, работать. У сына в доске будем гулять, отдыхать. Дома, никуда не поедем. А сыну едет, он у нас с учителем работает. А мы водим в доске жить. Собаку кормить и кроликам. Сдать экзамены. И чего еще? Отдохнуть. Планы очень перспективные. Вот ребенок у нас в середине июня едет в Турцию. В середине июля до Санкт-Петербурга. А в августе в Карловы Вары. Отлично, хорошая. Так что, да, да, планы хорошие. У меня для вас подарок есть небольшой. Наши друзья, московский дельфинарий, который располагается в Сорновском парке, дарят вам пригласительный билет на два лица. Спасибо большое. Можете сходить на шоу, посмотреть на дельфинов. Ну и теперь информация о погоде на завтра. Прогноз на вторник подготовила Анастасия Клепнева. Я передаю ей слово. По народу календарю 2 июня Тимофей Грядочников считала, что в это время благоприятно сажать огурцы в открытый грунт. В старину примечали, если в этот день идет дождь, значит все лето будет солнечным. Но по прогнозам синоптиков, завтра в днем в Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода, плюс 25 градусов. Ночные часы плюс 19. Сейчас информация от наших партнеров, а после поговорим о том, что может коснуться каждого. События сезона. С 20 мая в Сормовском парке Большой Московский Дельфинарий. 414-90-43. Итак, сейчас в эфире Первого городского телеканала «Страна советов». Если в вашей семье появился наркоман, спасти близкого реально. По словам специалистов, именно родные зависимого в большей степени могут повлиять на его будущее. Однако немногие знают, как нужно вести себя, когда в дом пришла беда. Елена Демидова пообщалась с бывшими наркоманами и их родственниками. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на Первом городском. Олег Савельев. Отец троих детей. 11-летний Олесич, 4-летний Лиза и 3-летний Маш. Потерпите не будем. Маша, спокойствие. Все свободное время мужчина посвящает домочадцам. Устраивает семейное чаепитие, гуляет с дочерьми в парке. Папины дочки от нехватки внимания точно не страдают. Семья для меня ценность – это благословение от Бога семья. А дети – это награда. Трудно поверить, но семь лет назад у Олега были другие ценности. Еще до своего совершеннолетия он встретился лицом к лицу с белой смертью. На наркотики мужчина потратил больше десяти лет своей жизни. Периоды трезвости наступали, когда Олег оказывался за решеткой. Выбить дури с головы помогла жена. Когда я говорила своему мужу, что я от него уйду, он мне ответил, что он не выживет без семьи. И что он просто умрет. И я осталась с ним, помогала всегда. И он старался. Я тогда даже не плакала. У меня не было ни слезинки, хотя было коря, но я не могла себе позволить плакать. Отключив эмоции и включив голову, Наталья начала действовать. И первым делом обратилась в реабилитационный центр. Сегодня Олег не только примерный семьянин, он руководитель этого центра. По его словам, 80% наркозависимых оказались здесь благодаря своим родственникам. Как Александр Хвостик. С женой малолетнего сына молодой человек променял на алкоголь и наркотики. Вернуться к нормальной жизни Александру помогли родители. Которые и подумать не могли, что в их семье, преподавателе и военного, может случиться такая беда. Я пробовал выкарабкиваться из этих проблем сам. Что-то получалось, но ненадолго. Потому что не было действительно твердого основания под ногами. Медикаменты, какие-то советы психологов, они помогают покрыть проблему, но не решить ее изнутри. Я обращаюсь к тем родителям, что не теряйте надежду. Надежда есть. Надежда есть, сын живой. Мы были, наверное, жестоки с ним, когда он приходил и пытался нам обмануть нас. Что его сейчас убьют, если мы не дадим ему последние деньги. Что он сейчас умрет, если мы ему не дадим на определенную дозу или на стакан водки. Мы были, просто стояли в вере и говорили, у нас все получится, сын. И пока получается. Александр успешно прошел половину реабилитационной программы. Кстати, специалисты репцентра считают, что важно помогать не только зависимым, но и так называемым со-зависимым, родным наркомана, от которых в большей степени зависит будущее членов семьи. Помощь делится на три этапа. На первом этапе нужно создать в семье атмосферу, которая подтолкнет человека поступить на реабилитацию. На втором этапе необходимо посещать семинары, на которых люди смогут узнать, как ему помочь во время реабилитации, как поддерживать. И третий этап – необходимо создать правильную атмосферу в семье, устранить те факторы, которые склонили его, так или иначе, к наркотикам, и принять его в семью с измененным мышлением. Я был в зависимости 12 лет, и я благодарю мою супругу, что она верила в меня и помогла выйти из этой проблемы. Употреблял наркотики, алкоголь 10 лет. Спасибо маму и папу, что направили меня на верный жизненный путь. Спасибо вам. И в ваших силах спасти близкого. Найти выход из ситуации помогут специалисты фонда социальной помощи. Организация появилась в 2007 году, и сегодня более 250 нижегородцев, жителей города и области, проходят реабилитацию в 19 центрах. По статистике, у 60% воспитанников фонда наблюдается стойкая ремиссия. Возвращают их к жизни общение, трудотерапия и духовно-нравственное воспитание. Если вы заметили, что ваш близкий употребляет наркотики, то нужно не поддаваться его манипуляциям, по возможности ограничить его доступ к финансам и обратиться к специалисту нашего фонда за консультацией. Консультация бесплатная. Возможен выезд на дом. 100% анонимность. Фонд социальной помощи. Звоните. 416-19-73 и 8-961-66-77-88. Адрес улица 50 лет Победы, дом 18. 2 июня. В Нижнем Новгороде днем плюс 25. Малооблачно. Ночью плюс 19. Облачно. 3 июня. В среду днем плюс 23. Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ночью плюс 18. Переменная облачность. 4 июня. Днем плюс 25. Переменная облачность. Возможен дождь. Гроза. Ночью плюс 18. Малооблачно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова